В первом микрорайоне в пятницу вечером загорелся балкон квартиры на четвертом этаже панельного дома. Пламя появилось неожиданно для всех. Молодые мамы, которые гуляли со своими детьми во дворе, рассказали, что огонь возник будто из ниоткуда. Мгновенно, даже в доли секунды она сидела, голову повернула. Говорит, а что дым какой? Смотрим, пламя резко вспыхнуло. Даже не подумай, что так что-то там серьезно было. Пламя разгоралось на глазах. Подъехавший караул сразу попытался притушить его, чтобы огонь не набирал силу. Напора воды хватает, чтобы окатить обрешетку прямо с земли. Тем временем пожарные, забежавшие в подъезд, стучатся в горящую квартиру. Дверь никто не открывает. Помогают соседи с третьего этажа. Через их балкон подают штурмовую лестницу. Разведчик, балансируя на ней, взбирается к зоне горения. Всех волнует один вопрос. Что есть кто внутри? Никого нету? При помощи веревки наверх поднимают бронзбойт. На ликвидацию горения уходит меньше минуты. В этот момент появляется хозяин жилья. 32-летний хабаровчанин заходит в квартиру вместе с пожарными, чтобы оценить ущерб. Он в балкон, где пираметник? Охренеть! Ну что, да, наверх? Не знаю. Дома просто никого не было? Ну, с утра. Пламя в квартиру проникнуть не успело. Оплавился подоконник, от жара треснул стеклопакет. В том, что хозяева к возгоранию непричастны, сомнений нет. Супруги с самого утра были на работе. За час до ЧП пришедшую из школы семилетнюю внучку забрала к себе домой бабушка. На балконе не было ничего. На балконе была одна табуретка. И вот... Балкон еще не делали. Получается, коробку мы сломали. Вот все, что вот это было, и все. Ну, а ваше предположение? Ну, я предполагаю, что бычок, наверное, скорее всего. Сверху кто-то кинул, думаете? Ну, не знаю. Ну, я предполагаю, да. Учитывая, что пламя появилось на четвертом этаже, кандидатурной роль поджигателя было немного. Сверху расположен только один балкон. В результате ЧП никто не пострадал. С места происшествия Константин Ковешников, Александр Ефанов и Степан Симонов.